Привет, друзья! Потрясающе! Я так горжусь нашей школы, ученики у нас такие прекрасные, но просто слов нет. Гордость моя! Вот смотрите, я прямо зачитаю, потому что это достойно цитирования, дослойного, дословного, дословного цитирования. Это очень важно по двум пунктам. Например, о состоянии нуля, нулевом состоянии или нейтральном состоянии, или состоянии свободного сознания. Написал эти тексты мне в комментах под нашим обсуждением о человечности, о науке человечности, о методе ключа, и вконтакте он мне посылал, и в комментах здесь на нашем обсуждении. Ну, это потрясающе! Ну, ладно, ладно, ладно. Сейчас я вам прочитаю. Да, это достойно цитирования. Итак, Акбар Михаил Валерьевич Ашиков. Привет тебе! Привет тебе! Смотрите, внимание! Когда мы в состоянии нуля, у нас взгляд становится безоценочным, без очков. Ну, вот так вот. Без розовых, без чёрных и так далее. Ну, это я уже добавляю, чтобы было понятно, потому что истина-то в контексте. И так дальше. Смотря вокруг по сторонам, мы видим всё как бы есть. Как есть. Без ассоциаций, которые возникают в обычном состоянии. Мы смотрим на чашку и видим её как просто предмет. А в обычном состоянии бодрствования, глядя на ту же чашку, возникают воспоминания из прошлого, как ты раньше пил из неё и тому подобное. Ну, когда мы в нуле, мы даже на это внимания не обращаем. Так вот, я тут за собой заметил, что могу включать этот безоценочный взгляд. То есть, нет эмоций, но это же нулевое состояние, состояние эмоционального дистанцирования. То есть, объективный взгляд. Вот смотрите, как интересно. Безоценок. Видеть всё таким, какой оно есть. Это как художник, который отходит от картины, писатель, перечитывающий свои записи с чистой головой, спортсмен, который пересматривает свои движения, упражнения на видеозаписи. И когда я включаю этот взгляд, мысли затихают, я прихожу к нулю без упражнений. Уже научился. Уже навык. Ну да. Ну, вы потом пересмотрите это видео ещё раз. И очень достойно. Очень достойно. Теперь дальше. Хосай Маганевич, я тут думал, что узнал от вас в книгах, видео, вебинарах, ликбезах и так далее. Вот что я понял. Как вы и говорите, когда человек думает, возникает напряжение. Это напряжение помогает решать вопрос, создавая скорость обработки информации. Если, конечно, напряжение не включает страх и сильные эмоции в теле. Но если мы включаем состояние нуля, при этом мозговом напряжении, то ответ приходит практически моментально, произведя опыт, ответ из прошлого накопительного опыта. Но почему тут так важна человечность? О-о-о-о, молодец. Дошёл, дошёл. Да. Но почему тут так важна человечность? Человеческие качества и в большей степени любовь. Вот он задался вопросом. Потому что, как я понял, пишет он, когда человек размышляет над вопросами, имеет при этом человечность, себе и любовь, у него полностью отлучается эго, которое так сильно ему мешает. И когда мы думаем о своём вопросе со стороны любви и человечности, то и результат получается феноменальный. Буду очень вам благодарен за ваш комментарий к этому тексту. Даю комментарий. Ты – герой нашего дня. Действительно, мы там совместно все созидаем науку человечности. Я там сейчас недавно выложил в ряд вот эти все признаки, эти свойства, эти качества. То, что лежат во всех религиях, то, что лежат в литературе, то, что лежат в искусстве. Выделил, 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 исходя из наших всех обсуждений здесь. Такого раньше никогда не было. Ну, просто выделил, да, вот этот ряд можно всегда там в прошлых наших роликах посмотреть. Этого никогда не было. Это прямо уже памятник. Так вот я хочу сказать, что и выглядит это банально, но все же вроде инстинктивно понимают, что любовь, сопереживание, чувство бесценности живого, потребность в творчестве, потребность в сотрудничестве, в созидании, в совместном творчестве, что счастье – это быть собой, а высшее счастье – быть собой вместе. И поэтому вот это, ну, вроде кажется банальным, и поэтому люди, которые неискушенные, как говорится, нестрельные воробьи, которые не знают мудрости, которые еще не жили много лет, и которые не читали глубоко, ну, всякие книги, не занимались теологией глубокой, вот, они не понимают. Они думают, ну, такие простые вещи, что тут непонятного. А там это все как раз-таки, в этих книгах, в священных писаниях и так далее, там это все есть, только там, так глубоко, и так это труднодоступно. Вот в чем дело. А тут, когда раз ты берешь и показываешь, уже готовое без этой рамы, да, вот так вот готовое показываешь, как бриллиант без оправы. Ну, стеклышко, стеклышко. Ну, понимаете, воспринимается как банальность. Вы же все гениальное воспринимается как, ну, на самом деле, как говорится, это зависит от мудрости человека. Умные люди понимают. А те, которые еще неискушенные, которые еще не читали этих древних книг, которые не копались в этом во всем, которые даже не знают, что великий Толстой сделал соединенный перевод Четырех Евангелий, которые он прямо из источника переводил, зная язык древний. Короче говоря, короче говоря, я горжусь нашей школой. Именно хорошо определены, что нулевое состояние позволяет видеть мир истинно. Ну, в мистики это называется проникновение к тонким мирам. Ну, мы наукой занимаемся, не мистикой. А это безоценочный взгляд, без субъективности, без эмоций. Да, и второе, что именно творчество – это поиск наиболее простого решения, решения сложной задачи, поиск наиболее простого решения через призму общечеловеческих ценностей. Вот же такое творчество. Так вот, как раз-таки, это мой комментарий. Ты правильно все написал. Именно когда через призму общечеловеческих ценностей в состоянии и пронуля, пронулевое состояние свободы, когда, конечно, возникает вот это. Такое необыкновенное озарение – экстаз. Экстаз – понимание. Вот это явление понимания, ты когда вдруг что-то понял, вот это состояние, когда ты что-то решал, решал, слышал, слышал, вдруг все это накопилось, много противоречивой информации, вдруг какой-то момент, ты раз – и понял. Вот это, о, это требует следующего ролика. Мы поговорим еще о том, что такое явление. Понял. О, как это интересно. Потому что много людей слышат все, говорят, что все, им кажется, что они понимают. Нет. Это видно. Если бы все-все понимали, наша страна до этого бы не докатилась, и мир бы не докатился. Да-да-да. Смотрите следующий ролик, там будет очень много интересного. Очень-очень, я вам обещаю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!